Ранее многие россияне начали засыпать Бурковского в социальных сетях гневными комментариями. Людей возмущало даже не то, что Андрей перевез в США всю семью, но и его поведение. Объяснять свою позицию фанатам, которые одаривали его вниманием, любовью и чего уж там деньгами, Бурковский не посчитал нужным. Зато в какой-то момент микроблок артиста превратился в англоязычный. Андрей практически перестал писать посты на русском языке. Чаще всего свои публикации он сопровождает английскими подписями, лишь изредка делая исключения. Так, в свежем посте Бурковский продублировал заявление с иностранного на родной русский, репетиции, любовь моя. Народу, в общем-то, уже все равно, какие роли достаются Бурковскому в Нью-Йорке. Судя по комментариям под новой публикацией Андрея, людей готовы поставить на артисте крест. Даже если бы он решил сейчас вернуться в Россию, граждане, по всей видимости, уже не приняли бы его. Живи и радуйся. Нам ты не нужен. Все, вы для нас закрытая тема. Слушай, Валя нафиг. Надоел. Нельзя быть свиньей по отношению к своей стране. Сначала текст на английском, потом на русском. Жаль. Жалко, что Россия такого актера теряет. За бугром не будет такого успеха. Ни у кого не было. Парк Горького не в счет. Не Россия теряет, а они теряют Россию свою работу и свой успех, пишут разгневанные пользователи сети. Между тем у нас продолжают выходить новые проекты, в котором был задействован Бурковский. Так, уже грядущей осенью на экраны выйдет лента «Повелитель ветра» о путешественнике и воздухоплавателе Федоре Конюхове от режиссера Игоря Волошина. Главную роль в фильме исполняет Федор Бондарчук, засветились в ней Анна Михалкова, Евгений Ткачук и опальный ныне Андрей Бурковский. Остается только гадать, как участие в картине последнего повлияет на оценку проекта и просмотры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok